Уже как раз этот глагол. Человек спорит, но он ведет себя абсолютно невоспитанно нагло. Старается нахрапом запугать, задавить и так далее. Если человек идет таким путем, то он сам себе может поставить диагноз о том, что у него проблемы с верой. Один из главных червей лицемерия уже конкретно проедает его веру. Здесь я один абзац написал в комментарии. Уверен всякому мусульманину во все времена, читая этот хадис, есть над чем задуматься. А после есть над чем работать. Мы всегда не ангелы, мы в любом случае. Подчеркну, этот и ему подобные хадисы не указывают на то, чтобы судить, осуждать других. Они для анализа самого себя. То есть, даже если мы пересекаемся в технических ситуациях. В голове у нас человек начинает закрашиваться в темные тона. Может, вчера мы были друзьями, сегодня он в чем-то нас подвел, но нам кажется, что нас подвел, но он становится таким плохим, 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 плохим. Здесь заморачиваться в этом не надо. Сразу человек верующий должен поставить – мне о нем не спросят, плохой он был или хороший. Мне спросят обо мне, я был хороший или плохой, гнилой или не гнилой или нормальный. Вот у меня о чем спросят. Поэтому мне о нем думать, о нем переживать, да мне зачем это нужно. Ресурс энергетический, энергии ежедневной ограничен, силы ограничены, время ограничено. Подчеркну, этот и ему подобные хадисы не указывают на то, чтобы судить, осуждать других, а не для анализа самого себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько хадисов, в контексте Маулида и вообще. Первый хадис, я как раз по нему вчера записал ролик. Надеюсь, у нас на нашем канале в Ютубе, на ТВ Умма он появится. Достаточно так подробно постарался его раскрыть. Сейчас кратенько переведу. У нас с вами порядка шести хадисов. Заключительное Божие послание, Пророк Мухаммад сказал. Заключительное Божие послание. Заключительное Божие послание. В хадисе говорится. Слова Пророка. Заключительное Божие послание. Осталось пять секунд. Ко мне пришел Джабри, Ангел Гавриил и сказал, я Мухаммад. Живи сколько пожелаешь, но ты умрешь. Здесь можно много это пояснять. Каков смысл основной? Вы, например, ребенку своему как-то будете объяснять этот хадис. Как вы объясните? Вот ребенок перед вами, ему 10 лет. Вы стараетесь до него как-то донести мусульманские ценности. Сегодня, буквально час назад, я записывал один ролик. Нишала тоже на ТВУМа появится. Относительно один современный эксперимент о том, как влияет, оказывается. Даже психологи не подозревали, насколько сильно влияют электронные игры и зависимость от электронных устройств. То есть, насколько это велико и насколько это сильно влияет на детей и подростков. Эксперименте было от 12 до 18 лет. То есть, просто невероятно сильно. Это в этом ролике подробно объясняем. Вот вы ребенку, иначе мы совсем оторвемся от мира в том смысле, что в мечети будет один мир, а везде будет совсем другой мир. Это недопустимо. И эти хадисы мы должны видеть в мире и в том числе доносить, в первую очередь, до своих детей. Если вы скажете, что все, что создало Аллахом, оно умирает. Ну и ребенок скажет, да, хорошо. Ребенок скажет, да, хорошо, отлично. Папа умную вещь говорит. Все умирает. Ну и умирает. Ну и ладно. А я в свои игры буду дальше играть. Да, убивать очередное количество монстров, кого-то еще. Все равно все умирает. Вот и все. Каждому срок, да. Так. Ребенку 10 лет. Ну срок, да. А мы его даже очень часто и заставить, что делать? Намаз посчитать, учиться, посуду вымыть. Мы не можем его заставить. Ну, кроме как в подзателе. Все там. Сейчас телефон уберу и больше ты его никогда не увидишь. Все там, хорошо. Быстро на ходу все домашние задания сделает. Не вникает, что к чему. Первая часть какая, о чем говорится. Представьте, человек заработал большую сумму денег, заплатил налоги, выплатил закат, все шикарно там. Один миллион долларов заработал, к примеру. Это просто чистой прибыли после многих лет. У него и так все есть, все нормально, все в порядке. Вы ему говорите, живи сколько хочешь, все равно умрешь. А он пришел покупать новый, какой автомобиль? Ладно, здесь сказали, первый ролл строится. Ну нет, да, наступит в этом. Сделаем! Выполняю маневр! Хватит бубнич! Есть! Здесь! Поехали! Что я сказал? Что я сказал? Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Не сейчас! Прибавка к пенсии. Чё? Чё сказал? Ну, хорошо. У-у-у! Стоп! Я не готов! Атакую! Попробуй убедить! Приказ! Понят! This one's growing into its own! This little one's not so little anymore! Завожу мотор! Руки бич! Хватит бубнич! Нижняя башня противника разрушена. Скипитер! Вас понял! Передеслотируюсь! Ага! Иллюзия! Сделаем! Восходим! Царю спитом! Вернись! Сверху покушу! Вернись! Что ж, женёльом! Ну ты, погрagers! Сасажено! М kanena же вечером! Политет стучка! За клест temporary bu Agreement! Могир crucial! Он давай найдем на него магазины! Продолжение следует... 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 Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...